мир всем господи благослови я снимаю ролики редко но метко сегодня хотел поделиться своим печальным и поучительным опытом этот ролик такой будет более официальный для тех кто меня не знает я алексей устинов глава крестьянского хозяйства мы семьей переехали в алтайский край из новосибирска третий год посоветовавшись женой мы решили себе построить дом из бревна и что для этого нужно значит для этого нужно найти кто это сделает вот была у нас возможность значит такая я расскажу значит как это получилось у меня сделаю выводы и дам советы значит людям которые собираются сделать также чтобы у них не получилось так как у меня значит мы нашли человека организацию в лице человека михаил жидков вот здесь на алтае вот собственно все кто занимается деревом это очень ограниченный круг людей на самом деле то есть как я это узнал потом все кто там рубит кто там складывает кто еще какие-то деревянные работы делать они все друг друга знают нашел этого человека значит почему именно он было несколько организаций он оказался ближе как организация собственно он в одном лице там и все по каким-то причинам в то время отказались год назад весной то есть там кто-то не может у кого-то какие-то другие заказы не успевает вот собственно мы на него и вышли значит получилось так что для работы он попросил предоплату вот для того чтобы купить лес вот эта часть денег для того чтобы купить лес привезти на строю площадку и начать работать тем более была весна ранее говорит чтобы начнется поздняя весна дорог не будет вот ну соответственно я передал деньги там по расписке вот история следующая в общем очень быстро то есть человек потом просто кормил обещаниями ничего не делал вот они полтора полтора бревна вот это то что было сделано в прошлом году то есть этот дом должен был стоять здесь на фундаменте в июле прошлого года ну слава богу стоит вот сейчас уже значит после того как я понял что уже никакие уговоры ничего не помогает ну и мне посоветовали значит обратиться в милицию написал заявление в милицию меня принял принял значит предприняли вот потом вызвал у меня младший лейтенант какой-то значит спросил там подробности ну буквально все вкратце то есть я даже много чего привез с собой даже там по моему расписки он откопировал вот потом проходит две недели допустим я ему звоню эту младшему лейтенанту кручу дело на какой стадии то есть он ничего не знает я горит передал и все потом дальнейшие звонки мои ему также он ничего не знает он вообще уехал куда-то там в командировку ладно говорю звоните там в другое место вот я начинаю я просто делюсь это опытом я хочу чтобы там у людей так не повторилось то что как это у нас происходит вот начинаю значит узнавать где мое дело просто на какой стадии ну мне же интересно вообще-то положенный срок там принятия заявление его решение в одно отделение позвонил они в буквальном смысле меня пинают в другое ну допустим в первое звоню пинают во второе во второе звони в третье и вы не поверите вот наверно 6 отделений они мне вся вот так вот по кругу несколько раз вот так вот звонил все пинают никто ничего не знает то есть а есть там номер дела допустим или как она там заявление я пишу в прокуратуру пишу в прокуратуру значит с жалобой на собственно главного главу полиции на которого пишет заявление самого начала вот прокуратуру каким-то чудным образом значит почему-то именно они значит ну полиция как-то их уважает наверно прокуратуру и прокуратуре удалось разузнать что оказывается дело мои шутки где-то вот и что мы не будем привлекать этого глава главу полиции потому что дело где-то все-таки рассматривается что-то там с ним делается вот оказывается есть срок там то ли 10 то ли 15 или 20 дней вот и получалось так что допустим я в первое отделение у меня его приняли они его пинают во второе ну допустим там если 20 дней на девятнадцатом дню вот дне и получается во втором отделении опять новый срок пошел вот то есть переживания были очень огромные в итоге слава богу по божьей милости мое дело я уже звонил уже там следователям полицейским все в итоге мое дело следователи добрые отыскали все начали там закрутилась эта машина начали значит воздействие на это человека ну и с божьей помощью он там начал рассчитываться вот в итоге год прошел еще до конца не рассчитался вывод вывод значит как говорит один известный алтайский проповедник у него есть такая фраза даже где-то записано она мне очень нравится что без совете и самость это два коня несущиеся в адскую пропасть самость это понятно тут объяснять надо ну там я сам сусам без совете вот очень интересный момент мало того что даже в библии об этом написано что при многих советах состоится дело но здесь есть одна один такой очень тонкий момент который даже в библии не указан ну вроде не указан потому что как бы и так понятно да понятно в чем что допустим если я ну не знаю захотел полететь в космос захотел полететь или создать ракету то я должен обратиться наверно королеву вот который там огромный вклад сделал в нашу космонавтику вот там не знаю там еще кому-нибудь вот а получается в нашей жизни так что когда нужен совет какой-то у нас нету подходящих людей мы спрашиваем просто людей не в теме вот и получается то задуманное дело которое мы задумали изначально но благое нормальное дело вот она не состоится вот именно по этим причина потому что люди некомпетентны вот и соответственно некомпетентный человек он тебе не может ничего посоветовать вот это вывод главный тоже нужно совет совет с компетентными людьми вот как получилось у меня значит я по своей легкомысленности дом это серьезное дело вот значит не посоветовался с такими людьми а их нужно найти нужно потратить деньги было нужно потратить время это деньги небольшие допустим деньги на бензин там съездить к ним даже не к одному лучше к двоим к трем мало того что съездите допустим те тот кто занимается рубкой а вот это одно значит с каким-то юристом посоветоваться как вообще ввести эти денежные дела ну вроде я дает в денежные дела вел и вроде у меня были какие-то соображения как чего делать но в итоге оказалось что на самом деле по факту расписки даже по сути это тяжело тяжело по во первых они должны быть грамотно составлен на вторых по ним что-то там выбить человека то есть тяжело вот такая у нас ситуация вот мой совет человек который хочет что-то сделать из бревна ну во первых теперь уже есть я то есть можно у меня посоветоваться во вторых вы должны найти ни одного человека кто занимается рубка если допустим у вас нету таких знакомых обращайтесь в организации прям приехал туда и расспросил как все это будет выглядеть даже да допустим такое дело что нам нужны деньги на бревно хорошо вы должны следить вы должны следить и не жалеть на это денег возможно что это естественно где-то не рядом будет 100 200 километров 300 стройплощадка куда будут привозить лес допустим и рубить там вы должны следить за каждым шагом вот то есть дал допустим 150 тысяч на машину ты четко следишь вот когда когда они уехали когда приехали конечно доверяешься специалистам вот но допустим сейчас я уже плюс-минус могу разобраться в бревне потому что ну вот за этот год я очень много уже повидал уже и сам лес принимал и там что только не делали вот а допустим когда не понимаешь вот но лучше всего и ехать и выбирать самому по крайней мере с со специалистом вот чтобы ты присутствовал почему потому что значит есть такой виктор гюго был был такой писатель вот и он значит в одном из романов такую фразу написал что атеист это плохой руководитель человечества он тубик то есть общество вот есть еще фраза не помню кто я сказал что атеист это потенциальный преступник вот то есть я все очень тесно связываю с этим с этим мошенничеством которое у меня получилось на стадии строительства именно с тем что люди безбожные это что у них вообще не совести то есть у них вообще ничего нету полное отсутствие получилось с значит с этим михаилом жидком вот такое дело потом когда лес покупали привозили люди тоже пока вроде одну машину слетил сам вроде все хорошо другие машины привозили просто без меня привезли не тот размер то есть хотя договаривались о нужном размере когда бревно морковкой его тоже нельзя положить вот и соответственно пол машины леса откинули ну мои рубчики вот а это там около 100 тысяч вот 100 тысяч зависло затем нужно было просто по всей видимости побыстрее нагрузите привезти лишь бы продать видите кругом кругом ложь ложь и обман кругом соответственно точек который привозил он оправдываться начинает что мои рубчики у них руки не оттуда вырастут то есть ну люди начнут найдут что сказать поэтому мой совет держать на коротком поводку значит обязательно спросить совет вообще как это что происходит как это будет и я говорю просто не пожалеть время я на это пожалел время вот этого делать нельзя чтобы потом были спокойные нервы там средства естественно вот потом мы значит что по факту получилось по факту из-за вот такой затяжки получилось что стоимость дома она увеличивается увеличивается по многим причинам потому что то ли то ли бы это все сразу привезли сделали то ли ты начинаешь таскать по одной машине происходит какие-то случаи там еще какие-то поездки нужны вот своей статье два года робинзона у нас есть в группе в нашей в конце я пометил что реально беспокойство нам доставило строительство дома вот ну слава богу все как бы все как бы уже ну или часть что ли позади теперь мы с божьей помощью будем его достраивать вот уже я этот случай рассматриваю вообще как в стихотворении не будь на то господня воля вот именно так еще раз для себя уяснить что нужен совет нужен совет в тех областях в которых ты не знаешь или с чем соприкасаешься значит с компетентными людьми допустим если ты покупаешь хочешь купить автомобиля тебе человек говорит да зачем ты автомобиль купи велосипед то есть это не советчик это просто разрушитель твоих планов он некомпетентный вот поэтому нет не пожалейте на это время средств потому что это будут затраты намного меньше чем если у вас ну получится такая неприятность ничего страшного вообще в строительстве нет не бойтесь ищите людей хороших и ну и вообще вообще всех надо проверять всех проверять потому что очень и очень редко когда люди попадаются честные я перечислил то есть это я не говорю что там полиция нечестная но допустим как у нас в итоге то как получилось что то есть и там и там я долго не мог найти концов потом будет очень тяжело очень много потраченных нервов будет так что все дерзайте и бог вам в помощь старайтесь не повторять чужих ошибок аминь если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного субтитры сделал DimaTorzok